Обычные хай-фай штуковины имеют приплюснутую форму, они такие как бы плоские. А сегодня я расскажу вам о звуке в кубе. Это устройство всё в одном, это настоящая аудиофильская злоба, это тёмная сторона аудиофильской силы, когда всё для того, чтобы воспроизвести музыку, находится в одном корпусе. Это T плюс A корузо R, вот такое вот замысловатое название. Устройство выглядит довольно необычно, оно имеет кубическую форму, и на нём абсолютно нету ни одного вентиляционного отверстия. По непроверенной информации, которую я, конечно же, подчеркнул в интернете с помощью гугля, внутри находится усилитель класса AB, то есть предполагается, что на тихой громкости он работает в классе A, на громкости побольше он работает в классе B. Обычно в современные вот такие вот штуковины всё в одном ставятся усилители класса D, потому что они чертовски эффективные и работают очень качественно при хорошем подходе в конструировании. Но на самом деле мне так и не удалось выяснить, какой же класс усиления находится внутри этого музыкального куба. Дружище, если ты знаешь, какого класса усилитель здесь находится, прямо сейчас пиши в комментариях. Этот музыкальный ресивер поставляется аж сразу в двух коробках. Первая внешняя коробка довольно-таки обычная. Обычный картонный, гофрированный картон коричневого цвета. А внутри этой картонной коробки находится ещё одна коробка, которая, в принципе, выглядит довольно-таки празднично. Она вся фирменного чёрного цвета, и вот такую коробку реально не грех взять с собой в гости, когда идёшь к близкому тебе человеку для того, чтобы подарить что-нибудь хорошее. При открытии чёрной красивой фирменной коробки первое, что бросается в глаза, это инструкция пользователя толстенная, которую необходимо на самом деле читать. В наши дни это редкость, потому что никто не ложит нормальные инструкции пользователя к своим устройствам, потому что считается, что потребитель должен интуитивно понять, как работает та или иная функция. И, в принципе, производители довольно много сделали для того, чтобы понять, как работает та или иная функция, можно было интуитивно. Итак, при распаковке под инструкцией находится очень красивая, приятная коробочка. Сразу показываю. Когда я увидел эту коробочку, я подумал, «Вау! Там, наверное, внутри что-нибудь премиальное!» Ребята, на самом деле, когда я открыл вот эту вот коробочку, я был слегка разочарован, потому что внутри-то находились всего два провода. Первый провод обычный чёрный для подключения к сети, и второй провод обычный чёрный USB. Для чего этому музыкальному кубу понадобился провод USB? Я расскажу тебе немножечко попозже. Но на самом деле его применение меня заинтриговало. Получив своё распоряжение, вот этот музыкальный куб, ты можешь получить самые разнообразные удовольствия. Это полноценный спектр. И это не только музыкальное удовольствие. Во-первых, ты можешь ласкать его дисплей. Во-вторых, ты можешь гладить его шикарные алюминиевые стенки. В-третьих, ты можешь насладиться вот этой лампочкой, которая работает прямо под корпусом музыкального куба. Она меняет цвет в зависимости от твоих пожеланий, настраивается в аппликации. Может быть синий, может быть зелёный, может быть красный, может мигать быстро, медленно. Но это же просто праздник какой-то. И ещё, ты можешь управлять этим музыкальным кубом с помощью аппликации, установленной в свой телефон. На самом деле, ребята, корпус этого музыкального куба изготовлен из алюминия. Сверху он закрывается шикарнейшейся массивной крышкой, также из алюминиевой. Задняя стенка тоже алюминиевая. Ножки, которые расположены внизу, покрашены серебристым цветом. Но на самом деле создаётся впечатление, что это не алюминий, а окрашенный пластик. Но, ребята, внешний вид этого устройства шикарно праздничный. Особенно стоит отметить вот этот вот огромный 7-дюймовый дисплей, который находится на передней панели. И когда ты пользуешься каким-либо стримером или проигрываешь с жёсткого диска какую-то композицию, тебе здесь показывается фотография обложки альбома. Это реально круто. Что немаловажно, в этот ресивер можно засовывать компакт-диск. Да, именно компакт-диск. Поэтому я достал из-за кромов свой альбом «Звуковая дорожка» из фильма «Асса». И послушал небольшие кусочки, попробовал, как работает с использованием проигрывателя компакт-диска. Тоже связана одна интересная фишка этого музыкального куба. Всё дело в том, что на передней панели нету кнопки «Извлечь диск». И «Извлечь диск» ты можешь, либо забравшись в меню воспроизведения дисков и найдя эту кнопочку, либо забравшись в аппликацию в телефоне, забравшись в меню воспроизведения компакт-дисков и нажав кнопочку «Извлечь диск». Других способов нету. Проверено. В комплекте с этим аппаратом также поставляется пульт дистанционного управления. Ну, короче, если ты совсем уже «Олд», то можешь пользоваться пультом. На самом деле управлять аппаратом можно, во-первых, с дисплея на переднем панели, во-вторых, с помощью аппликации в телефоне, в-третьих, с пульта, и в-четвёртых, если ты совсем прогрессивный человек, ты можешь управлять им с помощью «Алекс» и других голосовых ассистентов. Но учитывая то, что я не такой продвинутый, как некоторые, управлял я им с помощью мобильной аппликации. Интересно, что часть функций из мобильной аппликации недоступны. В принципе, видимо, идея такая, что все основные, такие базовые, фундаментальные настройки необходимо делать с помощью дисплея на передней панели этого аппарата. А весь функционал, который тебе необходим для ежедневного использования, ну, скажем так, для прослушивания музыки, это уже либо пультик, который идёт в комплекте, либо мобильная аппликация. Кстати, пульт выглядит довольно празднично, и он сделан в таком же стиле, как и сам аппарат. Его корпус алюминиевый, он тонкий, плоский, и в нём нельзя заменить батарейки. Мало того, что их там нельзя заменить, их туда нельзя даже вставить. В этом пульте заряжающиеся аккумуляторы. И именно для того, чтобы заряжать эти аккумуляторы, в комплект положен USB-провод. И ты можешь заряжать этот пульт, либо воткнув его в телефонную зарядку, либо используя оригинальный провод и подключив его к USB-штекеру на задней панели этого устройства. Первое подключение этого устройства к Wi-Fi сети было для меня самым настоящим приключением. Во-первых, в меню настроек нету слова Wi-Fi. И мне пришлось, ну, ребята, вот реально помучиться, пока я разобрался, как же подключить его к своему Wi-Fi роутеру. После подключения к Wi-Fi он обновляется. И обновление этого аппарата при первом подключении занимает, ну, примерно столько же, сколько проинсталлировать Windows на твой компьютер. А вот когда всё обновилось, тогда загорается красивая надпись на переднем панели, и ты можешь наслаждаться музыкой. Но перед тем, как насладиться музыкой, придётся разобраться с тем, что же можно подключить к этому аппарату, используя заднюю панель. Итак, два линейных входа. Один линейный выход pre-out. Нет, out. Pre-out. Да нет, просто out. Короче, не знаю. Но линейный выход у него есть. Затем, два штекера для подключения LAN. Один для подключения интернета, второй для сопряжения с компьютером, в чём его функциональность, не знаю, ребята, не пробовал. USB-гнездо для того, чтобы заряжать пульт, идущий в комплекте, либо подключить для подключения жёсткого диска с копилкой музыки. Вот мой диск, кстати, здесь подключен. Целых 2 терабайта. Всевозможной пиратской музыки, ребят. И так далее. У аппарата есть коаксиальный цифровой вход. У аппарата есть оптический вход для подключения оптического источника. И у аппарата есть выход для сабвуфера. Интересно, что в меню настроек ты можешь включить, либо выключить сабвуфер. И при этом ты можешь регулировать частоту среза сабвуфера. По поводу подключения акустики, терминалов всего одна пара, то есть ты можешь подключить одну пару акустических систем. Мощность этого аппарата при 8-омной нагрузке составляет 50 ваттов на канал, при 4-омной нагрузке 100 ватт на канал. И пиковая мощность при 4-омной 150 ватт на канал. В принципе, смело могу сказать, что мощность этого аппарата достаточная. Я подключил его к своим Мартин Логанам, которые часто использую для того, чтобы послушать разнообразную технику. И смело могу сказать, что по уровню звукового давления этот усилитель достаточен для комнаты, для квартиры и даже для дома. В аппликации совершенно широчайший спектр для регулировки тембров. Ты можешь двигать баланс налево-направо, ты можешь добавить высоких частот, ты можешь убрать средние частоты, ты можешь добавить бас, ты можешь включить функцию лоудность, ты можешь регулировать даже ясность и вот эту вот фокусировку визуальных образов, которые создаются при прослушивании музыки. Короче, регулировок здесь целая куча. Мне удалось на этом аппарате послушать даже радио. У него очень миленькая антенка, вот ее здесь можно видеть, которая торчит у меня, как вот у каких-то совершенно олдскульных радиоприемников. Для того, чтобы настроить радио, сначала я хотел с помощью аппликации на мобильном телефоне включить радио. Но ничего не получилось, потому что основные настройки радиостанции производятся с основного дисплея этого аппарата и никак иначе. И только положив их в память здесь, ты можешь пользоваться преднастроенными станциями с мобильной аппликацией. Что касается прослушивания музыки с жесткого диска, ребята. Аппарат читает там целую кучу всевозможных файлов вафф, лак, алак, mp3 и так далее и тому подобное. Естественно, когда твоя музыка разложена по папкам, то все файлы должны быть разбиты по трекам. То есть хуй файлы этот аппарат не читает. Интересность этого аппарата связана с подключением наушников, потому что наушники подключаются не как это обычно принято на передней панели. На передней панели нет ничего, кроме вот этого большого красивого дисплея и кроме щели для того, чтобы вставить компакт диска устройства. Наушники к этому аппарату подключаются на задней панели. И в принципе, интересная особенность в том, что когда ты подключаешь наушники к гнезду наушников, динамики не отключаются. Для того, чтобы отключить динамики, тебе надо зайти в меню настроек звука и отключить их ручную, ну, ползунком. Ну, либо через основные настройки на главном дисплее. Итак, звук. На самом деле, совершенно неважно, какого класса усилитель стоит в этом музыкальном кубе, звучит он потрясающе. Я включил его совсем рано утром, когда вся моя семья еще дрыхла. И, естественно, при таком условии я не мог включать музыку громко. Я включил тихонечко. И что самое интересное, я услышал все от самого низа до самого верха. Это редкая способность качественного аппарата даже на невысокой громкости тщательно и слышимо воспроизводить весь частотный диапазон от низа до верха. Потому что особенность человеческого уха в том, что на тихой громкости мы плохо слышим басы и плохо слышим высокие частоты. Но вот этот аппарат воспроизводит высокие и басы на тихой громкости настолько четко, ясно и достаточно громко, что их слышно хорошо и равномерно вместе с голосовым диапазоном. Как я и говорил, в меню доступна функция Loadness. Это функция, которая повышает на тихой громкости уровень басов и уровень высоких частот для того, чтобы мы могли услышать басы и высокие именно на невысокой громкости из-за особенности восприятия нашего человеческого уха, которое несовершенно. Но у меня не появилось желание пользоваться этой функцией, потому что я и так слышал всё. В принципе, я всегда считал, что подключение такого аппарата к большой акустике — это грех. Но обычно аппараты всё в одном или аппараты небольшого размера не очень хорошо работают с большой тяжёлой акустикой. Но, ребята, вот этот музыкальный куб шикарно показал себя с моими Мартин Логанами. Он просто выкачивает, из себя выдаёт столько баса, такой музыкальный напор образуется, что, ну, действительно, мало не покажется. Что интересно, даже на максимальной громкости я не слышу практически никаких искажений, которые резали бы слух. Это тоже показатель тщательного подхода к конструированию этого аппарата, потому что много кто, много какие аппараты на уровне громкости выше средней начинают выдавать искажения, которые мешают слушать музыку. Но в этом случае он звучит ровно от самого низа до самого верха. Итак, ребята, басы у ресивера Caruso шикарные. Они чёткие, наполненные энергией, они достаточно быстрые, и они абсолютно слышимые. То есть, какой бы музыкальный материал ты не слушал, басы контролируются очень хорошо. Голосовой диапазон, то есть середина, при повышении громкости выше средней начинает выделяться, то есть середина становится очень такой чёткой, ясной и как бы наполненной энергетикой. В принципе, на слух я могу сказать, что середина при повышении громкости становится более, немножечко приподнятой. Хотя на малой громкости это совершенно неощутимо. Высокие частоты, очень ясные, энергичные, они великолепно прослушиваются. ресивер Caruso великолепно эшелонирует сцену в глубину. Да простит меня Юра Лапинский, который считает, что эшелонирование в глубину невозможно. Но, даже несмотря на то, что моя акустика придвинута практически вплотную к стене, излучатели находятся ну, ну буквально в 50 сантиметрах от стены, при прослушивании музыкальных композиций, я явно слышу, что некоторые музыканты находятся ближе ко мне, некоторые музыканты находятся дальше от меня. И ребята, при прослушивании я ощущаю вот эту вот великолепную свободу в путешествии по музыкальному полотну, когда ты можешь путешествовать не только справа налево, видя визуальные образы музыкантов, когда ты можешь путешествовать еще и в глубину, это ну как бы это третья деменция, это шикарное ощущение, и ресивер каруза это ощущение предоставляет. При прослушивании гитарных композиций, симфонических оркестров, бокальных композиций, ну вот образы музыкантов, они очень четко сфокусированы, но при этом без перебора. То есть нельзя сказать, что образы музыкантов вырезаны лазером, как бы выгравированы, потому что такое прослушивание, ну для меня лично некомфортно, хотя некоторым это нравится, но образы музыкантов очень ясные и очень четко располагаются по воображаемой сцене, как справа налево, так и в глубину. Каждый звучит четко, не перемешиваясь с остальными музыкантами. Ребята, это филигранный аппарат, несмотря на то, что все устройства здесь находятся в одном корпусе. То есть это реально высокий уровень хай-фая, сконструированный в одном корпусе. Зачастую, даже подбирая отдельные компоненты в отдельных корпусах с высококачественными блоками питания, нельзя получить такой звук, который выдает вот этот небольшой аккуратный ресивер. Короче, ну вот прямо сейчас я хочу его оставить себе и никогда не отдавать дистрибьютору, хотя завтра мне надо его отвозить. Блин, ну почему мне надо отдавать его? Нет, я хочу, чтобы он был мой! И напоследок я покажу, как извлекать отсюда диск. Итак, идем в домик, в домике выбираем источник компакт-диск, спускаемся вниз, вниз, ничего не получается, придется выбрать какой-нибудь трек, сейчас он начинает воспроизведение, аппарат зашуршал, головками что-то там задвигал, ну где же, где же, где же ты? Где? Ну давай, показывайся, черт побери, может быть другой поставим диск? Ага, начал воспроизводиться трек, и вот здесь, внизу, когда начал воспроизводиться трек, ты можешь увидеть кнопочку Eject, 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 вынуть диск, диск вынут. На этом все, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, потому что я старался именно для тебя, до новых встреч! встреч!